Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Сохранить социальную направленность. В Самарской губернской думе обсудили бюджет области на следующий год. Создают теплую атмосферу в пути. В самарских трамваях и троллейбусах включили отопление. Каникулы, которые запомнятся надолго. В Самаре для туристов готовят яркий новогодний проект. Загадки о любимых фильмах. В музее Ильдара Рязанова в день его рождения прошел квест, посвященный его творчеству. Идут без потерь. Баскетболисты Самары одержали 9 побед в 9 играх чемпионата страны. Бюджет Самарской области на 2020 год принят в первом чтении. Главный финансовый документ сверстан бездефицитным. Доходы и расходы запланированы в сумме почти 150 миллиардов рублей. Каковы основные цели документа узнала мэрия Илчан. Региональный бюджет сохранит социальную направленность. При формировании главного финансового документа области учитывались просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов. Каждое предложение рассмотрели. Доходы бюджета на ближайший год составят около 150 миллиардов рублей. В основном за счет поступления налоговых платежей от организаций и доходов физических лиц. Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который обеспечит не только выполнение всех социальных обязательств Самарской области, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов. Основная часть средств при расходовании бюджета будет направлена на решение социально-экономических задач и реализацию нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Две трети бюджета – это социальная направленность. Это социальная направленность. Это образование, это здравоохранение, это социальные мероприятия и нужды людей. Поэтому все делается для людей. Бюджетная обеспеченность позволяет вводить новые меры соцподдержки. С 1 января 2020 года подарочный комплект стоимостью 10 тысяч рублей будет вручаться семьям, в которых родился первый ребенок. Кроме того, в проекте бюджета на ближайшие годы предусмотрены средства на улучшение жилищных условий. Уже в 2020-м новые квартиры получат 1280 молодых семей. Социальная политика, она всегда приоритетна. Во-первых, социальная политика – это забота о всех категориях населения, о детях, о семьях, о наших пенсионерах, о дружинках тыла, о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы с вами наступаем год 75-летия. И впервые за последние пять лет идет индексация всех мер социальной поддержки. Никогда такого не было. Впервые за несколько лет в 63-м регионе будут возведены и реконструированы корпуса в семи детских оздоровительных лагерях и двух учреждений социального обслуживания населения. Запланировано строительство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спорткомплексов. Также продолжается активная работа по снижению объема государственного долга региона. Это задача, которую поставил Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы региона. За последние два года госдолг губернии сократился на более чем 12,5 миллиардов рублей. Мэриил Чан, Максим Гусев, События. Социальную направленность сохранит и главный финансовый документ Самары. Доходы городской казны без учета безвозмездных поступлений на 2020 год утверждены на сумму более 15 миллиардов 622 миллионов рублей. Собственные доходы планируются выше на 2% чем в предыдущем периоде. Основная доля расходов приходится на социальную сферу. 46,5% бюджета запланировано направить на образование, культуру, социальную политику и спорт. 30% на ЖКХ, транспорт и дороги. Представленный в Думу проект бюджета подробно рассматривался на заседаниях профильных комитетов. С учетом всех поправок документ рассмотрят во втором чтении. Еще раз совместно с администрацией проработают вопрос об учете первоочередных расходов. Кроме того, ожидается финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов. Бюджет как раз принят бездефицитным, то есть на собственные ресурсы. Но надо отметить, если мы посмотрим стартовые возможности 2020 года, то у нас идет увеличение собственных доходов. Вы знаете, что наш главный источник это земельный налог, это налог на имущество, это налог 2НДФЛ физических лиц. И, конечно, это результат большой работы, которую проводят на местах администрации. Поездки в транспорте зимой будут теплыми и комфортными. Сегодня в самарских трамваях и троллейбусах включают отопление. Насколько комфортно в городском транспорте, проверил наш корреспондент. После включения контакторов в салоне начинают греться тены, которые находятся за этим коробом. Вот отверстие, чтобы теплый воздух выходил, обогревал. Сегодня во всех самарских трамваях включают отопление. Завтра синоптики обещают заморски, поэтому в салонах будут работать колориферы. В трамвайно-троллейбусном управлении их готовили с лета. Проводили профилактику, закупали дополнительные радиаторы и тены. Всего на самарских маршрутах более 170 трамваев. И в каждом из них будет тепло. Климат в салонах трамваев и троллейбусов регулирует, ориентируясь на разницу температур за бортом в салоне. С завтрашнего дня все трамваи выйдут с отоплением, потому что люди вышли и в ночь, и днем будут работать. Плюс дополнительные бригады вышли дополнительно, поэтому все сделаем. Тепло радуются и пассажиры, и кондукторы. Студент Сергей Мельников каждый день добирается на трамваи от дома до университета, от Первомайской до Постникова оврага. Раньше было холодно, особенно вечером. А сейчас возвращаешься вечером, с дома и домой. Тепло, то есть комфортно. Когда вагон выезжает из депо, конечно, прохладно в нем. А во время работы он нагревается и становится хорошо, комфортно работать. И пассажирам также комфортно. К заморском готовы и самарские троллейбусы. Там тоже сегодня включили отопление. В автобусах также провели профилактику систем отопления. Проверили все элементы, которые позволят сохранять в салоне комфортную температуру. Отопление в автобусах включают, ориентируясь на погоду и просьбы пассажиров. Если температура на улице минус 15, минус 25, то внутри салона должно быть плюс 10 и выше. По всем вопросам, связанным с отоплением в транспорте, можно обращаться либо через онлайн-ресурсы, либо напрямую в транспортные организации и профильный департамент. Александр Шугаев, Семен Безлинов, Дмитрий Мешканцов. В Самарской губернской думе согласовали кандидатуру на пост прокурора области. На эту должность выдвинули Александра Бложкина. Депутаты единогласно его поддержали. В 63-й регион Александр переедет из Красноярского края, где ранее занимал пост первого заместителя прокурора региона. Кандидат отметил, что отдельное внимание будет уделено обеспечению законности в сфере ЖКХ качественной медицинской помощи для каждого жителя области. Напомним, должность прокурора Самарской области стала вакантной в октябре 2019 года. Константин Букреев ушел на повышение в Москву. Теперь он возглавляет Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Конечно, я буду вникать в специфику области еще дополнительно. Есть какие-то основные направления деятельности, и будет уделено повышенное внимание. Это соблюдение пенсионного законодательства, в свое время сполнота выплата заработной платы, дольщики. Благородство невозможно оценить рублями, считают эксперты Общественного совета акции «Благородство». В этом году на конкурс было подано около 200 заявок. По каким критериям отбирают призеров и победителей, расскажет Сергей Кизоркин. Судьбу победителя Общественной акции «Благородство» решают 20 экспертов Общественного совета. Это уважаемые люди Самарской области, имеющие общественный вес. В их числе и главный редактор телекомпании «Самара ГИС» Елена Орлова оценивают поступки самарцев и победителей акции прошлых лет. Как сказать, человек подвиг совершил или не подвиг? В прошлом году у нас был победителем акции сотрудник ОМОН. Услышал детский крик, увидел мальчика, который купался в фонтане и очень сильно ногу порезал. То есть там было очень сильное кровотечение. Соответственно, ему оказали первую помощь. Как это считать? Это благородный поступок или неблагородный поступок? Или же сотрудник просто выполнял свои служебные обязанности? Выбрать победителей непросто. Это уже второе заседание Общественного совета акции благородства. Первое прошло месяц назад. Из 180 заявок рассмотрели половину. Каждая история подвига достойна награды. Уверены члены совета. Благородные поступки совершают не только взрослые, но и дети. Мы же должны отмечать людей, кто совершил благородный поступок. А многие, кто совершает эти поступки, они и не считают, что они что-то такое совершили. В общем-то, ну, так вот. Есть люди, которые живут по этим законам, по своим. В этом году конкурс проводится под девизом «Творим добро вместе». Победителей и лауреатов наградят 9 декабря в ДК Пушкина по 20 номинациям. За 20 с лишним лет дипломы акции благородства получили более 700 человек. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Накануне Нового года в Самаре готовится яркий проект. Катание в санях, стрельба из лука, волжское чаепитие с пирогами и отдых в пятизвездочной гостинице. По замыслу организаторов, проект «Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество» соберет в городе туристов со всей России. Елена Малютина расскажет, что ждет путешественников в новогодний уикенд. Горячий чай в фирменных подстаканниках, подстук колес и красоты волжских пейзажей за окном. Отдых по системе «Все включено» теперь не только в Турции. Проект «Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество» на новогодних выходных соберет в Самаре туристов из Москвы и других регионов. Самара не просто преобразился. Самара – это просто космос. Потому что я говорю теми словами, которые выражали свои восторг и продолжают сегодня выражать свои восторги в своих социальных сетях, на своих страничках в социальных сетях гости, которые несколько дней были в Самаре. В Самару съезжаются туристы круглый год. Не только посмотреть на Волгу, но и оценить другие достоинства города. Архитектуру, кухню, развлечение и весь спектр туристического сервиса. Путешественники побывают в самых знаковых местах. Они познакомятся с историей города, проведут ночь в пятизвездочном отеле, продегустируют традиционные волжские блюда, заедут в загородный комплекс «Соколье-горы», где постреляют из лука, покатаются на лыжах и сноуборде. Мы готовы принимать туристов. Инфраструктура вся есть, туристические продукты. Даже анализируя себя и сравнивая с другими городами и регионами, мы понимаем, что у нас есть конкурентные преимущества. Ну и, конечно, как представитель Департамента экономического развития, я не могу не отмечать экономическую эффективность в целесообразной сфере туризма. Мы заметили увеличение спроса на наши пассажирские поезда именно в направлении в город Самара. Потому что город преобразился, потому что город стал интересней, и его уже стали презентовать как город разноплановых туристических достопримечательностей. И если в этом году с большим успехом, можно сказать, даже с триумфом стартовали два новых совместных проекта. Туры выходного дня приобрели популярность еще весной. Гости из Пензы первыми оценили туристический потенциал Самарской области и окунулись в культурную жизнь города. Туристы участвовали в проекте «В театр. Лучший поездом» и «Поезд на пленэр». Последний победил на Всероссийской премии «Маршрут года». Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Музейные игры. В квартире музея Эльдара Рязанова в день его рождения прошел квест на тему советского кино. Как это помогает разнообразить экскурсионную программу, расскажет Сергей Кизоркин. Шахматный тренер Вера Кузьмичева, поклонница таланта Эльдара Рязанова про жизнь и карьеру известного кинорежиссера знает почти все. Узнав, что в музее проходит квест «Интеллектуальная игра», с удовольствием приняла в ней участие. Рязанов – это вообще необыкновенный человек сам по себе. Он и не только как режиссер, он прекрасный поэт. Кстати, вот в этом музее можно послушать стихи его исполнения по телефону. У него замечательные стихи. 18 ноября Рязанову исполнилось бы 92 года. Эльдар Александрович родился в Самаре. Сейчас в его доме музей. От посетителей нет отбоя, рассказывают экскурсоводы. А чтобы знакомство с известным режиссером, продюсером, сценаристом, драматургом, актером, поэтом, телеведущим было более интересным, хранители квартиры музея придумывают и проводят квесты. На этот раз тема в гостях у Эльдара Рязанова. Его можно назвать таким киноквестом, поскольку он посвящен и работам самого Эльдара Александровича, и вообще в целом о советском кинематографе. Ну и даже у участников есть возможность узнать такие новые интересные факты не только из его биографии, не только из работы, но еще даже и об истории военного Куйбышева. За спиной у Елены Халеевой военное детство почти ровесница Рязанова. Видела фильмы самарского режиссера не один раз. По цитатам может угадать любую его картину. Квест прошла без труда. Идея альтернативной экскурсии любительницы советского кино понравилась. Шли мы по цепочке, по подсказкам, отгадывали, вспоминали актеров, фильмы, песни. То есть все прекрасно. Интересно, конечно, это необычно, это так живо, очень увлекательно. Поэтому надо участвовать в таком. Это уже новые формы, видимо, работы музеев. Это очень, очень хорошо. В музее Рязанова проходит три квеста. Один для детей, тайна музейных экспонатов или путешествия в советское детство. И два для взрослых. В гостях у Эльдара Рязанова и знатоки кино. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Далее, коротко о других темах дня. Сегодня в половине шестого утра в Самаре восстановили водоснабжение после утечки, произошедшей накануне возле дома номер 18 по улице Гагарина. Информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм поступила в чрезвычайное ведомство 18 ноября вечером. На время проведения работ было приостановлено водоснабжение 70 многоквартирных домов с населением почти 10 тысяч человек, трех детских садов и школы. Для обеспечения населения питьевой водой выставлялись три бойлера. К ликвидации происшествия привлекались 23 человека и 10 единиц техники. Водоснабжение восстановлено по штатной схеме. Исполняющий обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров областного управления ФНС Виталий Арефьев, которого поймали в начале этого месяца на взятке, сбежал. Он ушел из больницы в неизвестном направлении. Арефьев объявлен в федеральный розыск. Напомним, мужчину задержали за взятку в 300 тысяч рублей. При задержании ему стало нехорошо, и он симулировал приступ эпилепсии. Его отвезли в больницу, но он покинул медучреждение. В соцсетях опубликовали видео с задержанием авиадебошира, летевшего в Самару из Турции. Мужчина курил, пил, оскорблял пассажиров и экипаж. К моменту посадки борта его уже ждали полицейские, которые доставили дебошира в дежурную часть. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян. В его отношении составили административные протоколы. Сегодня ночью в Кировском районе вспыхнул пожар. На Черемшанской 216 загорелись одноэтажный деревянный дом и ангар автосервиса. Одноэтажная жилая постройка примыкала к зданию ангара. Огонь с него перекинулся и на крышу дома. Сигнал о пожаре поступил в 2 часа 39 минут. Его площадь составила 50 квадратных метров. В тушении приняло участие 26 человек. И уже в 3 часа 45 минут удалось ликвидировать огонь. По предварительным данным, в пожаре пострадали двое мужчин 22 и 26 лет. Воспитанники 26 детских садов промышленного района Самары приняли участие в творческом конкурсе. Так они поздравили любимых мам. Сегодня на сцене Духовно-просветительского центра «Кириллица» прошел галоконцерт фестиваля детского творчества «Осенний калейдоскоп». Подробнее в репортаже Елены Нижегородцевой. Малыши со сцены Духовно-просветительского центра «Кириллица» поздравили всех женщин с предстоящим Днем Матери. В этом году этот самый добрый праздник стал темой фестиваля «Осенний калейдоскоп». Дарья Шевырина и ее очаровательные двойняшки впервые вместе вышли на сцену. По словам мамы, концерт получился очень добрым и тронул зрителей до глубины души. Стал настоящим подарком для всех мам. Праздник очень понравился. Наш преподаватель пела песню про маму, прям до слез. Деткам очень нравится. Детки все талантливые, все большие, молодцы. Мамочка, поздравляем! Неделя в конце октября для жюри конкурса «Осенний калейдоскоп» выдалась очень напряженная. Почти 30 детских садов соревновались в творческом конкурсе. Номинации – стихи, проза, танец, вокальный номер. Дети выступали в соло и в группу, с родителями и без. Творческие замыслы ограничивала только собственная фантазия. Из 40 номеров для финала надо было отобрать половину. Это огромный опыт выступать перед такой большой аудиторией, когда на тебя смотрят столько зрителей. Это очень ответственно, очень волнительно. Я думаю, что сегодня нашим конкурсантам, нашим победителям это все удалось. Подарки получили все. Дипломы в первой, второй и третьей степени удостоились 118 человек. Остальным – утешительные призы. Елена Нижегородцева, Николай Епифанов, Собитие. Почти 300 студентов из 37 колледжей и техникумов в Самарской области приняли участие в межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе». Она проходила с 17 июня по 31 августа в Крыму. Лучших волонтеров наградили в преддверии Международного дня студентов. Подробности в следующем сюжете. Семен учится в колледже на четвертом курсе. Говорит, когда узнал про волонтерское движение, сразу заинтересовался. За время учебы он вместе с активистами побывал в разных странах. Участвовал в десятках добровольческих акций. О летней поездке в Сакский район Крыма вспоминает с особенной теплотой. Те эмоции, которые я пережил там, на море, их просто не передать словами. Я поехал второй год, я бы ездил и ездил еще. Когда мы разъезжались, мы просто рыдали, мы не могли пережить. Очень было, правда, больно расставаться. Те эмоции, которые мы пережили, и те состояния, их просто не описать. Важно оставаться человеком всегда. И важно не проходить мимо чужого горя, потому что неизвестно, в какой ситуации ты окажешься завтра. В волонтерском движении «Виолетта» не первый год. Самое яркое впечатление от лета – участие в акции «Мы вместе». Работали на инклюзивном пляже, играли с детьми также на пляже, организовывали какие-то маленькие веселые старты, плели им косички, делали аквагрим. Поездка в Крым, организация такого мероприятия позволяет подросткам, людям, вообще, в принципе, раскрывать свои какие-то качества человечности. Этого очень мало сейчас. Все участники акции прошли обучение в школе добровольцев и имеют сертификаты. Ежедневно активисты оказывали посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Студенты работали на пляже, помогали в археологических раскопках музею, проводили игры и мастер-классы, организовывали концерты и флеш-мобы, проводили тренинги, а пользуясь здорового образа жизни, принимали участие в экологических акциях. Развитие добровольчества уделяется большое внимание. У нас реализуется федеральный проект социальной активности в регионе в рамках национального проекта образования. Основа этого проекта как раз таки направлена на популяризацию добровольчества, на создание условий для занятия добровольческой деятельности. Впереди много планов. 19 декабря состоится 18-й форум добровольцев и форум студентов-активистов среднего профессионального образования, посвященный 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. И каждый год летом уже по традиции Крым ждет своих героев-волонтеров в гости. Дорогие ребята, сегодня вас хочу от имени губернатора и правительства региона поздравить с завершением этой акции. Ну а вы и ваши предшественники являлись первооткрывателями вообще такого направления в Российской Федерации. А значит, что вы сотворили историю. Самым активным волонтером, а также руководителем всех семисмен, работавших в Крыму, вручили почетные грамоты. Сергей Кизоркин, Елена Нижегородцева, Василий Колдашов. События. Действующий чемпион российской баскетбольной суперлиги среди мужчин клуб «Самара» продолжает безостановочно набирать очки в новом регулярном сезоне. В очередной домашней игре горожане победили «Урал» из Екатеринбурга. Сергей Кизоркин в спортивной рубрике расскажет о красивой победе. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Самарские новости спорта покажет «Самара ГИС». Вернувшись в Самару после гостевой серии матчей, мужская команда баскет-клуба «Самара» не без труда победила «Урал» из Екатеринбурга. Началось все с фиаско. Горожане с первых минут проигрывали 14 очков. И только перевалив экватор первого периода, они начали догонять соперника. А в концовке сравняли счет 18-18. Нормально, временами играем, просто теряем концентрацию в один момент и перестаем играть в свой баскетбол. Поэтому начинается провал и уже не можем восстановить игру. Во втором периоде «Самара» опять оказалась в роли догоняющей 18-23. И опять только к середине четверти ничья. Затем «Волжане» оторвались на несколько очков вперед, но «Уральцы» не сдавались. На большой перерыв команду шли при счете 39-36 в пользу хозяев паркета. Каждый соперник на нас сейчас настраивается как на чемпиона. И все с нами играют с удвоенной энергией, с удвоенной силой. И половину игры у них хватало, наверное, силы, эмоций и энергии. На старте третьего периода «Урал» перехватил инициативу 41-42. «Самарцы» после очередной оплеухи понемногу начали набирать ход и оторвались впервые в этом матче на комфортные 12 очков 62-50. Важно разобраться, почему мы не выдерживаем в таком темпе, как начали весь матч. Почему мы не можем играть более широкой ротацией. Не все игроки сегодня попали в игру. Одни выглядели неплохо, вторые, к сожалению, не смогли поддержать этот темп и не выполняли эти установки, которые мы перед матчем обговорили. В последнем периоде воля к победе у гостей была окончательно сломлена. «Самарцы» забивали с разных позиций и дистанций. Финальная сирена зафиксировала очередную победу горожан 86-63. И волжане продолжают защищать титул чемпиона страны в роли лидера соревнований. Вторая половина показала, забили свои очки лидеры и те игроки, которые выходили со скамейки, все помогли и от этого результат, нашли свою игру. Это и есть командная химия. Дай бог, что и дальше так же будет складываться и мы будем хорошо играть. В четверг, 21 ноября, «Самара» играет на МТЛ-арене. Соперник «Руна Баскет» из деревни Голикова Московской области. Начало в 7 вечера. Это были «Самарские новости спорта». Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова